Уважаемые студенты, мы начинаем с вами лекция номер два по дисциплине истории народов Внутренней Азии. Как я на вступительном предыдущем занятии рассказывал, что мы с вами будем изучать административно-территориальное устройство, современные, скажем, народы Внутренней Азии, которые проживают на территории Российской Федерации. И я бы хотел сказать, что когда подбирала, например, материалы к данной лекции, когда вы проходили дисциплины археологии, этнографии, культурологии, если есть сейчас в программах ваших, то, конечно, истории Монголии, новой новейшей истории стран Азии, Африки, например, то тогда придется немножко как бы сузить наше пространство, наше общение, если по необходимости после семинарских занятий мы можем еще и расширить. В связи с этим хочу сказать, что я опускаю, скажем, монгольский период истории в истории народов Внутренней Азии, практически это и, начиная вот тему административно-государственного устройства и его процесса, начиная, скажем, уже с современного периода. И современный XX век, если будет необходимость, мы продолжим с вами исторический экскурс в глупость истории. В связи с этим хочу сказать, что сейчас, поскольку речь идет о народах Внутренней Азии, это алтайцы, хакасы и тувинцы. А по порядку мы, конечно, отдельно с вами занятия мы непосредственно проведем. И когда, если вы, например, слышали, вот, скажем, котел народов Южной Сибири, такой плавильный котел, например, существует такая терминология, и когда существует различная активная миграция населения, различные движения народов, то, конечно, в данном случае, например, уже к XX веку и к современному состоянию, например, какие изменения прошли у хакасов, алтайцев, тувинцев в плане административно-государственного устройства. И с этим хочу сказать, когда я была в Хакасе, на юбилейной такой конференции, в Хакасе истории народов Южной Сибири, достаточно интересные выступления, скрупулезные, сотрудниками, специалистами различных направлений исторической науки, то я получил практически, ну, такие достоверные сведения, наверное, и более такие новейшие сведения, которые рассказывают о том или ином периоде. Вот как раз тот период, как раз мы с вами постараемся сегодня на данном занятии провести. Самое первое, вы должны записать современное состояние этносов или народов внутренней Азии, которая проживает на территории Юго-Сибири, на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации, начало складываться с XVII века по XX-XXI век, и было основано на политических процессах вхождения территории в состав российского государства. Это первый тезис, который вы должны запомнить. И действительно, данное обстоятельство, многие ученые, подчеркивают, подчеркивают, что вот это обстоятельство повлияло на состояние этносов и этноструктуру данных народов и в современный период. Интенсивные межэтнические взаимодействия, политическое, административное управление, переселение, переселенческая политика царской империи, например, внутренние и внешние миграции населения, и в постсоветский период, административно-территориальные дробления различные, например. Мы знаем, что Бурятия, как сегодня Республика Бурятия, скажем, занимает территорию восточной части Забайкалья или западной части Западной Забайкальи, когда как раз и входило в состав, например, нескольких Забайкальской областей, ну и так далее. То есть разное. Мы еще к Бурятии вернемся. И в этом плане, например, хочу, чтобы вы записали несколько таких моментов. Например, в досоветский период территория Южной Сибири, то, о чем мы обсуждаем, находилась в составе Томской, Енисейской губернии, а также за пределами советского государства, например, как Тыва. И данный период как раз тоже характеризуется миграционной подвижностью населения, связанной вообще с переселенческой политикой. И вот, например, уже к 20 веку, что мы получаем в результате всей политики? Мы не будем вдаваться, вот, можно из истории России, вы знаете, можно очень много истории Сибири. И вот на территории современных республик отмечаются различные процессы по формированию административно-территориальных структур. Первый особый статус Народной Республики, как вы помните, получил Этыва в 1921 году, а ранее она была названа Томну-Тува, которая была выделена с территории Енисейской губернии и вышла из состава Российской Федерации. Это 1920-е годы, начало 20 века. Последующим территориальным очертаниям получила Республика Алтай в 1922 году. Ранее она называлась Айратская автономная область. В результате отмежевания от Алтайской губернии. Сейчас, минуточку. Да. Да, да. Ну, минут через 35 я выйду с нового корпуса. Да, да. В зале перевода, ой, приема делегации. Через 35 минут. И, таким образом, прошу извинить, Республика Алтай, как я говорил ранее, называлась Айратская автономная область. А Хакасия, как самостоятельная единица, которую мы на сегодня имеем, значит, да, на карте страны, в статусе Хакасского национального уезда в 1923 году, она уже входила в состав Енисейской губернии. Да, Юрий Борисович? Да, да. Я на записи. Говори. Запись у меня в новом корпусе, в зале заседаний и приема переводов. Ой, приема делегации, Господи. Все. Ну, давай. И в результате выделения крупных таких территориальных образований трех титульных наций и народов внутренней Азии, например, мы понимаем, что произошло дробление и фактическое исчезновение более мелких групп. В связи с этим как раз один из исследователей истории шовцев вот как раз описывает, что на территории Южной Сибири, кроме хакасов, тувинцев и алтайцев, были еще представители шорского народа. И, например, вот напишут, что население Горной Шори, входившее ранее в Горно-Шорский национальный район 1926 года, было разделено между субъектами Российской Федерации. Данное территориальное деление оказалось одним из таких факторов значительного снижения численности населения этнегруппы. Территориальные изменения внутри региона также приводят к снижению численности полочисленных национальностей. Да, да. Новый корпус, первый этаж, зал приема делегаций. Да, да. Все, все, она подойдет и скажет, что отменялась. Хорошо. И поэтому, например, ситуация такая, когда административно-территориальное деление, вывод мы делаем, которое приводит к месту компактного расселения этнических общинств, она приводит, конечно, к вымыванию, скажем, других, небольших, может быть, этнических общинств и других народов. И поэтому вот этот пример, когда шорцы, например, не получили, такой угорный шорик, не получили своего, ну, автономного, скажем, автономного государственного образования. Или же, например, и многие исследователи истории Хакаси, Тувы и Алтая пишут, конечно, о вымывании, что вымывается традиционная культура, язык, места компактного расселения, родовых расселений, значит, только после развития, вот, или становления, и развития административно-территориального устройства и оформления регионов Южной Сибири. И вот в связи с этим хочу сказать, что, конечно, этот вопрос, возможно, и болезненный, но, тем не менее, они, когда идут такие административные преобразования, они всегда, вот, когда границы проводятся, они всегда имеют определенные последствия. Вот историкам нового поколения, например, да, я вам предлагаю, вот этот процесс тоже можно было бы изучить. Я, вот, помните, по Иркутской области, скажем, какие могут быть деревни, какие исчезают, исчезнувшиеся деревни, села, например, да, и вот есть один из факторов, как раз административно-территориальное управление, и которое идет и в 20 веке, и в 21 веке, и сегодня за последние 15-20 лет, почему те или иные населенные пункты исчезают, почему, например, ранее, скажем, родовые поселения, скажем, народов, этносов Сибири, внутренней Азии, почему, например, идут передвижения, или почему, например, появляются новые города, новые села, например, это все за счет того, что меняются границы проживания этносов, народа и административно-территориального устройства. И в результате, конечно, это передвижение, миграции и в результате промышленного освоения тех или иных территорий. И поэтому вот эти аспекты, например, они очень важны, и сегодня современному историку, конечно, как раз сегодняшний такой срез, я бы сказала бы, да, он достаточно интересен, наверное, и надо его изучать. Это вопрос очень тонкий, который необходимо изучать. А для того, чтобы правильно прийти к правильным выводам, я бы решил зачитать современное состояние численности коренного населения данных территорий внутренней Азии. Ну, давайте послушаем. Например, численность коренного населения Алтая внутри региона, внутри региона, мы не говорим же о тех алтайцах или других жителях, которые за пределами этой административно-территориальной единицы. Внутри региона с середины 19-го по настоящее время, автор пишет, 1858 по 2010 год, увеличился 4,2 раза. Причем за период последнего десятилетия отмечается рост на 6-7 тысяч человек. Запись. Численность всего населения Республики Алтай на 2010 год составляет 206,1 тысяч человек, а национальная структура преобладающих этнических групп представлена следующим образом. Алтайцы 33,3%, русские 55,6%, казахи 6,0%, теленгиты 1,7% и другие национальности. То есть, в целом получается, что численность коренного населения Республики Алтая увеличивается 4,2 раза, но и в то же время увеличивается численность миграционных потоков, численность населения других национальностей. Здесь как раз и видим, что русское население увеличилось с середины 19-го века и в то же время представители других национальностей. Давайте рассмотрим следующее Туву. Численность тувинцев на территории Тывы за этот же промежуток времени, 1865 по 2010 годы, выросла в 16,6 раз. Что это означает? В частности, численность прибавилась на 13,9 тысяч человек, а общая численность населения Тывы на 2010 год составляет 307,9 тысяч, то есть 307 тысяч человек. И национальные структуры представлены каким образом, автор пишет, преобладающих этнических групп. Тувинцев составляет 80,9%, русских 16,16%, тувинцев, тотжинцев 0,6%, хакасов 0,2%. Это практически новейшие данные. И мы получаем, что республика Алтай, например, всего населения составляет 206 тысяч человек. Тувинцев чуть... В республике Туван всего населения 307 тысяч. Мы понимаем, что численность населения Иркутской области вы мне подскажете на следующем занятии, численность населения всего Забайкальского края вы тоже подскажете. А численность населения республики Бурятия мы знаем, что мы немного не добираем до миллиона человек. Практически по всеобщей переписи населения в начале 21 века почти было миллион с небольшим. Хотя вот миграционный отток, например, и упорядочивание по административно-территориальным единицам записей и так далее, она позволила сделать вывод, что у нас недостает до миллиона несколько десятков тысяч человек. Вот. А давайте дальше посмотрим. Численность Хакасов со столицы Абакана. Я вам на предыдущем занятии говорил, что Абакан это прекрасный город. Что мы видим? За этот же период с 1858 года по 2010 год, мне очень понравился автор, когда читает численный состав населения, берет одну и ту же дату, но берет эти численность народов или же численность народов в том или ином административно-территориальном управлении. Республика Хакасия увеличилась, считая, что 1,9 раз. За межпереписной период 2002-2010 годы их число уменьшилось на 1,7 тысяч человек. Данное снижение количества титульного этноса фиксируется только за период между последними переписями населения 2002-2010 годов. И общая численность населения на территории Хакасии на сегодняшний день составляет 532 тысячи человек. А национальная структура населения выглядит таким образом. Это по состоянию на 2010 год. Это Хакасы 1,9%, русские 80,3%, немцы 1,1%, украинцы 0,9% и другие. И изменяется, конечно, численное и долевое соотношение современных этносов на территории Внутренней Азии в данных республиках. В республиках, в краях. И вот почему так, например, получается, каким образом, я позволю себе совместно с автором этой разработки, как бы для вас понятно, что 200 тысяч человек на 200 тысяч человек это горный алтай алтайцев, да? То есть вообще всего населения 300 человек это республика Тыва и 500 с небольшим тысяч человек это Хакасия. И вот прежде чем мы будем делать такие теоретические выводы, я вам хочу одну такую вещь рассказать. Встреча с профессором кафедры истории, заведующей кафедрой истории России Тувинского госуниверситета года полтора тому назад, когда она рассказывала с болью, что необходимости проведения железной дороги на территории республики Тыва, она сказала, что необходимо. Многие местные жители, особенно старики, не желают менять уклад жизни, потому что с железным конем, так скажем, с магистралью увеличится приток населения, и изменится социальная структура населения, изменится традиция и быт, изменятся условия хозяйствования. А вот я ее спрашиваю, а почему вы, Зоя Юрьевна, почему вы за Транссиб, потому что я в Тувине была, и тем временем, возможно, мы поедем. Почему так? И тогда она сказала, что у нас население тувинцев, численное население, спадает, вот есть и официальные данные, и неофициальные данные, уменьшается численность коренного населения Тувы. И тогда, я сказала, может быть, были бы приток, например, мигрантов из России, пожалуйста, и были бы, возможно, мигранты из Китая. Тогда, может быть, наши девушки, она смеялась и говорит, может быть, будут выходить замуж, а наши юноши будут жениться на других жительницах других этносов и других территорий. И вот эта дилемма современного мира, и я помню, например, доклад, вот это относится, я думаю, тоже к этой теме, я помню лекцию профессора Никифора Петровича Ягунова, где-то во второй половине XX века, когда он рассказывал, что по всем данным, когда прокладывалась Транссибирская магистраль, железную дорогу, чтобы не проходила через степи, скажем, Хоринских бурят, чтобы через породные земли Хоринских бурят, это были степи ровные, это старый московский тракт, очень удобный для прокладки Транссибирской магистрали, железной дороги. И что он не хотел, и, наверное, он так шутил, наверное, он дал большую взятку Иркутскому землемеру, и вот не прошло, Транссибирская магистраль намного южнее, по таежной прогалины, по таежным частям, по горной части она прошла через Южную Бурятию. Бурятия, современная Южная Бурятия, Транссибирская магистраль начала XX века. И тогда я подумала, а что, это хорошо или плохо? Вот я не понимала, например, как историк этот момент, наверное, а понимала чисто символически, потому что я родом с тех краев, там, где не прошла Транссибирская магистраль, и вот, и когда я каждый раз голосовал, думаю, эх, на электричке бы надо поехать студентке перед институтом исторического факультета. И вот этот момент, это правильно или нет, я даже не знаю. Но еще другой есть момент. Опасения стариков, увы, тоже оправданы. Я тоже в какой-то момент, когда видела загрязнение всего побережья Южного Байкала представителями дикого туризма, я тогда подумала, может быть, не стоит прокладывать хорошую дорогу на восточном побережье Байкала. Может, тогда сохранится, пусть это архаичное, пусть не очень удобное, комфортное, деревни, села в восточном побережье Байкала. Ну вот, не знаю, где правда, и, наверное, и вывод такой вот, личностный такой вывод, вы, может быть, со мной поспорите, подискусируем. В глобальном мире, например, сегодня, когда мы хотим замкнуться в своей собственной скорлупе, конечно, мы будем отставать. И поэтому в своей скорлупе территориальном, этническом, культурном, как угодно, потому что сегодня, наверное, надо быть, чтобы мир был для нас открыт, и мы открыты для мира. Но это мое личное мнение. А выводы, что касается исторического прошлого и настоящего титульных народов внутренней Азии, касаемо, мы только с вами рассмотрели, административно-территориальное устройство алтайцев, хакасов и тувинцев, значит, вывод можно сделать таким образом. Я все-таки позволю обратиться к авторскому тезису. Историческое прошлое и настоящее титульных этносов внутренней Азии позволило выработать общие и особенные черты в развитии объекта, сформировать специфическое демографическое поведение. Компактное расселение и географическая закрытость территории проживания, близость к азиатским странам оказались важными факторами развития этносов. Определенная, автор пишет, стагнация этносов. Благоприятная ситуация по сохранению и развитию этносов сложилась в Тыве и на Алтае. Фактически за полтора столетия здесь произошел рост тувинцев-алтайцев. В 6-16 раз отмечается, правда, минимальный рост хакасов, в два раза снижение численности населения. Чтобы иметь полное представление о положении населения, всего, конечно, нужно рассматривать поле в широком контексте, а не только брать узко административно-территориальную единицу, как Республика Алтай, Тыва и Хакасия. Но, тем не менее, конечно, сегодня, когда данные цифры мы смотрим, например, это наши источники нашего исследования, то действительно есть проблемы. И проблемы они имеют, и как развивалась территория и народ в прошлых веках, и как сегодня. И каким образом сохранить историю, культуру народов и численность, прежде всего, это одна из глобальных задач нашей современности. Спасибо за внимание.